Тумсо, я армянин. Согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Как относитесь к решению Руслана Хасбалатова поддержать Верховный Совет во время путча 1993 года для свержения капитализма и алкаша Ельцина? В то время он был вторым человеком в Верховном Совете. Никак не отношусь, к нему самому я отношусь негативно, поэтому его решение, его роль в российской истории, она меня не интересует настолько, чтобы давать ей какие-то оценки. Пусть россияне дают ему оценки, это все-таки российский политик, советский, российский, он россиянин, он советский гражданин, пусть они дают ему оценки и решают, какую роль он сыграл в истории. В нашей истории, в истории чеченского народа он сыграл негативную роль, поэтому для нас это отрицательный персонаж. Саламу алейкум. Смотрел последний комментарий Руслана Кутаева на разговор Путина и Сакурова. Саламу алейкум. Да, я видел его комментарии, он и раньше высказывал, в принципе, такое, ну, подобное этому мнению. И, конечно, мне это мнение не близко, я не поддерживаю это мнение. Но, сдается мне, что Руслан Кутаев таким образом пытается, как бы, их же политику, российскую политику противопоставить против них самих. Говоря, вот вы все время хотели, ну, вот теперь, ну, типа, получайте, давитесь с нами. Что-то такое. Я не воспринимаю Руслана Кутаева как сторонника России, как предателя чеченского народа абсолютно. И то, что он говорит, я понимаю, что это, как бы, режет слух. И многие, наверное, уже поспешили его приписать к тому лагерю. Но, мне кажется, я, по крайней мере, сохраняю такое неплохое мнение о Руслане Кутаеве. Мне кажется, вот эти вот высказывания, его, они несут не тот смысл, что мы, там, россияне. А он, он скорее их троллит, как мне кажется. Я надеюсь на это. И, если мы будем говорить серьезно об этом мнении, то, конечно же, я его не разделяю. Чечня, Чечень, это не Россия, и мы не хотим быть Россией. И мы 400 лет боремся за то, чтобы не быть Россией. И Руслан Кутаев, это тоже человек этих же убеждений, насколько я его знаю. Он тоже сторонник этой же идеи, он был соратником Масхадова. Поэтому я воспринимаю его эти слова, как некий троллинг. Типа, вот вы, все это время вы хотели сделать нас гражданами, но вот теперь давитесь нами. Мы теперь вот хотим быть президентами в вашей стране. Я этого так воспринимаю. Он единственный из Кавказа, кто вел переговоры в Москве против ввода войск вчера и, за тем, как мы знаем, никто не собирался вести переговоры, и он оставил свою должность и ушел из политики. Министр юстиции. Мне, честно говоря, неизвестна эта история. Если это так, как ты говоришь, то это достойно. Говорят, что спор Путина с Сокуровым был спектакль. Алейкум ассалам. Не исключено. Не исключено. Ну как спектакль? Один в этом спектакле, как минимум, не знал о том, что он участвует в спектакле. Даже если мы предположим, что это был спектакль, то я не думаю, что оба в этом спектакле играли какую-то роль. Одного, в любом случае, использовали, я думаю, и он был искренен в своем этом спиче. Но так, конечно, не исключено. Вообще на таких встречах темы, вопросы, они обычно согласовываются. Но это не исключает того, что кто-то может пойти не по сценарию, задавать какие-то вопросы. Как мы помним, это было с солистом группы ДДТ. Шевчук, кажется, его фамилия, если я не ошибаюсь. Михаил Шевчук, по-моему. Помните, он задал вопрос Путину, сказал, вот перед встречей с вами мне звонили люди, говорили из администрации, сказали, что звонили из администрации президента, сказали не задавать вам неудобных вопросов. На что Путин ответил, а Юра, его зовут Юрий, Юрий Шевчук, по-моему. Он сказал, как вас зовут? Спасибо. Юра, говорит, меня зовут. Юра, Юра, это провокация, сказал. Путин, поэтому такие моменты бывают. Исключать, что это был не спектакль, мы не можем. Но исключать, что это был спектакль, мы тоже не можем. Поэтому возможно. Тумсо, я армянин. Согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи это грузинам. Что за вопрос такой? Неужели ты, будучи армянином, не знаешь пример Грузии? Грузия это православная страна. В основном большинство грузин, они православные христиане. Небольшое количество там есть мусульман, аджарцев, но в большинстве своем это христиане. И как с христианской Грузией поступила Россия, о которой ты говоришь. Или спроси об этом украинцев. Они тоже все православные. До недавнего времени вообще они все входили в одну там единую церковь. Очень близкие друг к другу народы. Посмотри, что с ними сейчас происходит. Их не спасло то, что они являются христианами. Так что нет, от империалистических идей не может спасти ни религия, ни народность, ничего. Если рядом с тобой находится такой сосед, мощное государство, и это государство имеет амбиции империи, хочет стать второй Византией, продолжением Византии, то ты от этого никуда не денешься. Ни религия, ничего тебя не спасет. Потому что знаешь Юрия Хамзатова-Калмыкова? Нет, я не знаком, честно говоря, с этой личностью, но в 97-м году я отдыхал в Нальчике, в санатории имени Калмыкова. Сейчас будут говорить, что ты отдыхал в санатории, когда другие погибали, воевали и погибали. Нет, это был 97-й, это как раз уже мы выиграли, война закончилась. И в 97-м году двое нас было чеченцев, я и парень по имени Альберт. У нас была соседка Амнет, она нас повезла, причем это не какая-то, это не государственная какая-то программа, ничего подобного. Просто вот эта вот женщина, наша соседка взяла нас двоих, повезла нас в Нальчик, в этот санаторий, привезла к ним. Я помню эту встречу даже, мы заходим, там, видимо, главврач или кто там, директор санатория, какие-то врачи в белых халатах. Она говорит, вот, ну как-то разговаривает с ними, какие-то комплименты, дуа там за них делает. Вот, говорит, два как бы мальчика из Чечни, и те очень рады, они нас принимают. То есть это на таком уровне, чисто человеческом было, не государственном, это не правительство, между собой договорились. Просто вот женщина поехала, напрямую пришла в этот санаторий, видимо, до этого она, какие-то договоренности с ними у нее были. Нас там приняли, где-то месяц, по-моему, мы находились, лечили, все эти программы, но там не только мы двое были, или там, имеется в виду, очень много было детей из самой Кабардино-Балкарии. А, кстати, потом еще одного мальчика, еще меньше нас возрастом, нам привезли чеченца. Не помню, как его звали. И потом еще местный какой-то чеченец из Кабардино-Балкарии тоже туда. Вот, всего у нас в итоге четверо чеченцев там было. И остальные все русские, кабардинцы, балкарцы, ребята из Кабардино-Балкарии. И вот, но точно все те процедуры, которые проходили эти ребята, эти же процедуры были и у нас. Мы там принимали азотно-термальные ванны, нас возили всякие грязолечебницы, минеральные воды, ну и плюс массаж лечебный, всякие электрофорезы, обследование. Все, короче, все, что они могли сделать, они нам делали. Поэтому огромная благодарность санаторию имени Калмыкова. Субтитры создавал DimaTorzok